Индекс новогодней елки. Стоимость праздничного стола, афиши, экономические прогнозы. Об этом принято говорить в конце уходящего года. Социологи проводят опросы, экономисты подсчитывают траты, политики подводят итоги. Наиболее значимых из них мы узнаем из праздничной речи главы государства. Но главное, для каждого человека важен свой личный итог достижений семейного и профессионального благополучия. Последняя программа в этом году посвящена и настроению, которое создаем мы сами и некоторым итогам деятельности высшей школы республики. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня вы увидите. Кролик достаточно удачная находка для экспериментатора. Особое животное. Как кролик стал символом науки и культурным кодом. Все запланированные наши показатели, они выполнены. Приоритеты университетов. Какими стали итоги года для татарстанских вузов. Мы изначально работали как мост между Западом и Востоком. Экспорт российского образования. Как КФУ начал расширять свои программы. Стекло-плакат-открытка. Чем радовал Новый год в прошлом столетии. Черный водяной кролик. Это символ наступающего 2023 года по китайскому календарю. Отбросим сегодня ненаучный критерий астрологического гороскопа. И поговорим об этом животном и символе. Это пушистый ласковый зверь. Он пришел на смену году тигра, переменчивого хищника. Кролик – спокойное, милое и дружелюбное животное. Но кролик – это еще и особый символ в науке. Наряду с крысой. Ведь это модельный объект в биологии и экспериментальной медицине. Именно кролик, как живой организм, наиболее подходящий объект по конкретным биологическим и физическим факторам. И благодаря этому животному людям стали доступны лекарства и иные препараты. Конечно, использование кроликов повсеместно уменьшается в результате достижения в защиту животных. Однако потребность в этих лабораторных животных по-прежнему остается высокой. Особое значение кролик играет и в культуре, искусстве и литературе. Этот символ стал даже культурным кодом у некоторых народов. В чем секрет этого символа? Почему кролики – это не только ценный мех? И где его можно встретить в природе? Об этом в репортаже Эльвины Миноподдиновой. Ох уж эти пушистые четвероногие создания у всех вокруг вызывают умиление. Как здесь возможно остаться равнодушным? А ведь для своей привлекательности они совсем не прилагают усилий. Особенно уязвимы их чаром дети. Исполнить свое желание, взять в руки питомца они могут, например, в Казанском зооботаническом саду. Сад имеет более чем двухвековую историю. Его основателем является Карл Фукс, бывший ректор Казанского императорского университета. Теперь зооботанический сад открыт для всех посетителей. И здесь, конечно, можно встретить четвероногих созданий. Вот, например, этого белого кролика зовут Бонапарт. Но для всех он Боня. Боня жил в семье, но его отдали в зооботсад. Вот уже два года он живет здесь. А бывшие хозяева регулярно навещают его. По соседству живут и два других кролика. Эти ребята, будучи еще крольчатами, оказались в одной коробке на улице. Их обнаружили и отдали сотрудникам зооботсад. Они тоже, как и Бонапарт, живут здесь уже два года. Радуют посетителей. Символ грядущего Нового года за многовековую историю успел запечатлеть себя в разных областях. Это и литература, и искусство, и, конечно же, наука. Всем нам известны знаменитые сказки с участием кролика. Это «Алиса в стране чудес», «Кролик Питер и его друзья», «Сказки дядюшки Римуса». А сколько экранизаций на эти произведения. Одна «Алиса» Льюиса Кэрролла была экранизирована более десяти раз. Ну и как же забыть про всеми известного кролика из сказки Винни-Пух Аллана Милна. Его диснеевскую и, конечно же, советскую экранизацию. Но, как ни странно, сказки с участием кролика все же больше известны в англоязычных странах. Ну, вообще для западных стран больше характерно в силу того, что кролики там обитали. То есть, и поэтому кролик как домашнее животное в доме мог быть, чего не было как раз в России. Поэтому в русской литературе так кролика и не встретишь. Будут зайцы, а кроликов нет. Очень интересно то, что кролики там очень близки к природным. То есть, в том плане, как они, несмотря на то, что они разговаривают, но их поведение вполне себе характерно для животных. Ну, понятно, что есть «Алиса в стране чудес», это есть для английской литературы «Белый кролик». Потом есть «Сказки дядюшки Римуса», это американская литература «Джоэль Харрис, братец кролик». Откуда и братец лиса волшебная фраза «Только не бросай меня в терновый куст». Хотя на Западе кролики очень популярны, как домашние животные, и несут с собой символ семейного очага и уюта, в литературе они известны в другом амплуа. Это проказники, хулиганы и так называемые «трикстеры», что означает «обманщик», «хитрец» и «ловкач». Братец кролик из сказок дядюшки Римуса – чуть ли не самый известный трикстер. Он преуспевает благодаря своему уму, а не силе мускул. Как же тут не упомянуть одного из культовых мультипликационных персонажей – Багза Бани. Настоящий проказник воплоти. Не признает правил и идет вразрез с ними. Он не только не прячется, а изобретательно сопротивляется. Находит в этом удовольствие и игру, дурачится и побеждает противников. А еще кролик просто источает нарциссизм. Как и все трикстеры, он искренне любит себя. Падок на лесть и комплименты. Потому что кролики – они вредители в любом случае. То есть они вредители сельского хозяйства. И в силу этого они воспринимались, могут в культуре восприниматься именно так. Во второй половине 20 века есть большое произведение, которое по-английски «Watership Down», на по-русски оно у нас переведено «Обитатели холмов». Это как раз так называемое… Ну, можно назвать это эпическое фэнтези, но про кроликов. Это рассказывается об обитателях одного холма, которые прямо переселяются и путешествуют по Англии. В 21-м году вышла сатирическая антиутопия тоже британского писателя. Не сказка совсем. «Джаспера Форде», «Вечный кролик». Как раз там тоже все проблемы терпимости, отношения к другому. Очень часто кролики выступают в произведении в роли другого, того, кто так или иначе вызывает какую-то ксенофобию. Но образ кролика нашел свое отражение не только в литературе, но и в искусстве. Кролик всегда ассоциируется с чем-то таким подвижным, несерьезным, любвеобильным. Но на самом деле в искусстве это один из самых парадоксальных символов. Если лев имеет довольно прямолинейную интерпретацию, хитроумный лист тоже, то кролик – это такая загадка. В искусстве зайцы кролик почти неразделимы. Вот, например, изображение древнегреческого килика, так называемого фужера для распития вина. Здесь кролик изображен в виде подарка Геракла Гермесу. Ведь зверек – хороший помощник, он умеет быстро бегать. Конечно, есть и другая интерпретация, где кролик – пища. Кролик не только соблазнитель, но он еще и, как ни странно, такой регистратор негативных поступков. И именно ему судьба веряет быть таким импровизированным судьей для легкомысленных людей. Маленький и беззащитный на вид зверек может стать грозным судьей и палачом, как на этих картинах. И даже рыцарю в кольчуге его не одолеть. Но те, кто ведут себя порядочно, могут быть спокойны. Наказывает кролик лишь тех, кто имеет прегрешения. Мы видим сотворение Евы из ребра Адама в центре сад мирских удовольствий, где наши предшественники, забыв о тленности, бренности мира, предаются всем радостям земных наслаждений. Кролик свидетельствует о грехах, несет жертву мучением на картине Иеронима Босха. Окно из трех зайцев обрамляет католический кафедральный собор в немецком городе Падерборн. Здесь кролики не лихомысленное существо, а символ Троицы. Причем, обратите внимание, у каждого из этих кроликов или зайцев три уха, не два, а три. Это символизирует триумф нравственности, триумф христианских добродетелей над античной невоздержанностью. Символизирует кролик любовь и гармонию на полотне итальянского живописца Пьера де Козима – Венера, Марс и Амур. А это картина Тициана – Мадонна с кроликом и младенцем. Не случайно Христос тянется к зверьку. Позднее кролик станет символом Пасхи. Получается, что кролик имеет такое спиритуальное, духовное, двойственное значение, главной сутью которого является движение. Христианское учение – это прежде всего учение развития души. Таким образом, мы можем сказать, что год, который наступает сейчас, – это год нашего духовного развития. Есть множество изображений кролика и в современном искусстве. Заяц или кролик стали любимыми символами 20 века. Один из самых дорогих скульпторов 20 века Джефф Кунс создает из полированной нержавеющей стали образ кролика, повторяя маленькую скульптуру из надутых шариков. С 20 века товары массового потребления могли стать произведением искусства. И эта скульптура была продана за более чем 90 миллионов долларов. А это картина популярного японского художника Такаши Мураками. Он вводит термин «суперплоскость». В ироничной подаче художник пытается рассказать об истории искусства востока и запада. И выбор кролика здесь не случайен. А еще он выбирает кролика, потому что кролик в наибольшей степени соответствует такому термину, как кавайность, мимимишность, симпатичность, пушистость. Это то, что так любят в Японии и то, что так подтолкнуло моду второй половины 20 века. Это одна из самых показательных работ современного художника Эдуарда Катца «Кролик Альба». Кролик изображен в стиле био-арт. Направление вел сам художник. Это генно-модифицированный кролик. Одна из главных целей работы – показать, что трансгенные, то есть экспериментально созданные животные, также заслуживают любви и заботы. По представлениям Катца, кролик способен изменить действительность и отношения. В современном искусстве скорее объективируются его внешние характеристики, впечатления от кролика, которые характерны для многих людей. Наверное, звероводы, биологи, они как-то по-другому представляют себя кролика и понимают, что это существо, обладающее совсем другими чертами, нежели его наделяют люди, которые видели кролика только на картинке. Вот как раз с этим общественным мнением, с массовой культурой работают художники неопоп-арта. Есть миф о лягушке, которая все время дрыгала лапками в молоке, пока не получился шарик из масла, и она выпрыгнула. Так вот, кролик берет ту же функцию на себя. Среди моря опасности он так умело двигается, что кролику не опасен лабиринт, мне кажется. Он обязательно найдет путь. Ему даже ариадна не нужна. А какую пользу принес кролик науке? Они, как крысы и мыши, очень активно использовались в различных лабораторных исследованиях. И этот выбор не случайен. Даже есть устойчивое выражение – подопытный кролик. Мы привыкли уже к лабораторным мышам, крысам и так далее. Но дело в том, что кролик в этом плане – животное, скажем так, в своем развитии, которое ушло немножко дальше. Эксперименты с человеком, вы прекрасно знаете, они запрещены. Международным научным сообществом, скажем так. А вот лабораторные животные, к которым относятся и кролики, они позволяют нам проводить серьезные исследования. И это действительно хорошее подспорье, потому что мы получаем результаты, которые позволяют нам в дальнейшем это дело, так сказать, переносить на организм более высокоорганизованных существ, в частности, на человека. Тем более, как хордовое животное, у нас очень много общего. И, собственно, это и получилось так, что кролик – достаточно удачная находка для экспериментатора. Во-первых, кролик – домашнее животное, что делает эксперименты доступными. Во-вторых, нет необходимости в особых условиях обитания. Довольствоваться кролики могут вольером. В-третьих, они очень плодовиты. Это позволяет получить биологический материал в короткие сроки. А еще разнообразие пород. Кролики бывают с длинными ушами, веслоухие. Это также увеличивает поле для экспериментов. Это очень важно, потому что есть и есть в генетическом, так сказать, материале этого объекта биологического. Вот такие свойства, в частности, связанные с широкой, так сказать, дифференциацией по многим признакам. Это тоже важный плюс при выборе экспериментального животного. То есть, вот если мы все это вместе вкупе посмотрим, и вот дешевизна, условия содержания, биологические особенности, особенности экологии данного вида, мы приходим к выводу, что не случайно произошло одомашнивание и использование, в частности, домашнего кролика как лабораторного животного. Лекарственные препараты, косметические средства – сегодня многое испытывается на кроликах. Но помимо этого изучаются и определенные системы животного. Например, кровеносная система – особенности рефлекторной и поведенческой деятельности. Новый 2023 год наступит уже через пару мгновений. А его главный символ уже бежит и вот-вот окажется на пороге. Если верить астрологическим прогнозам, год будет благоприятным и стабильным. Прямо как его пушистый символ. Эльвина Минобудзинова, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, Ленар Гезатулин. КФУ «Итоги недели». Итоги года подвели на встречи Совета ректоров вузов Татарстана. Последнее в этом году заседание провел президент республики Рустам Мениханов. Он отметил, что несмотря на сложности, научно-образовательный комплекс Татарстана в уходящем году работал достойно. Вузы и исследовательские учреждения смогли не только сохранить, но и нарастить свое присутствие в национальном проекте наука и университеты, в других стратегических инициативах социально-экономического развития страны. Рустам Мениханов напомнил, что Татарстан занимает пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов. На правах председателя Совета ректоров вузов о результатах работы высшей школы республики рассказал ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он уточнил, что одна из главных задач – более эффективно обеспечить интеграцию науки и промышленности. Подробно Ленар Сафин остановился на теме создания в республике четырех инженерных школ на базе ведущих университетов. Кроме того, Татарстан активно участвует в программе «Приоритет 2030». Число татарстанских вузов участников увеличилось до пяти. Казанский университет вошел в первую группу вузов получателей специальной части гранта. Ленар Сафин напомнил, что программа «Приоритет 2030» позволяет вузам получать гранты на развитие – открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научно-лабораторной базы. На Совете ректоров затронули и тему развития экспорта российского образования. Здесь наиболее важным достижением стало открытие филиала КФУ в Узбекистане в городе Джизак. Здесь уже учатся порядка 340 студентов. Это большое достижение Татарстана не только в укреплении международных связей, но и в образовательно-научной сфере. Это первый филиал татарстанского вуза, открытого в другой стране. Это на открытии филиала КФУ в Джизаке подчеркивал и президент Татарстана Рустам Миниханов. Следующий важный этап международной деятельности КФУ – создание зарубежных филиалов еще в других государствах. В каких? Об этом мы поговорим с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Тимирханом Алишевым. Здравствуйте, Тимирхан Ватович. Здравствуйте. Одно из главных событий года в КФУ – это, конечно, открытие филиала в Джизаке Республика Узбекистан. С того момента уже прошло порядка трех месяцев. Как сейчас обстоят дела? Началось ли обучение? Да, собственно, обучение началось с того момента, как филиал был открыт, с участием президента нашей республики, с участием министра высшего образования Узбекистана и Хакима области Джизакской, в котором этот филиал расположен. В настоящее время там обучается порядка 340 студентов различных направлений подготовки. Львиная доля из них обучается по медицинским направлениям, но есть и другие. Я буквально был там на прошлой неделе. Ребята действительно очень интересные, как с творческой точки зрения, так и с точки зрения обучения. По крайней мере, мы разговаривали с преподавателями. Очень лестно, положительно отзываются о тех ребятах, которые стали студентами первых курсов в текущем году. Мы уже так на пороге 2023 года, и вот хотелось бы спросить, в каком направлении Казанский университет будет в плане международного сотрудничества двигаться в наступающем году? Ну, вы знаете, в течение текущего года мы часто встречались с моими коллегами и с нашим учредителем, и обсуждали вообще трансформацию внешнеполитического вектора и политики в сфере экспорта образования. И, конечно, много говорили о так называемом повороте на восток. Но для Казанского университета поворот на восток, наверное, состоялся в момент его учреждения. В 1804 году мы изначально работали как мост между Западом и Востоком. И на самом деле в нашей работе, наверное, мало что изменилось в текущем году, но мы действительно будем трансформировать и усиливать восточный вектор в году предстоящем. Для нас, конечно, основными зонами интереса остается Центральная Азия, остается Китай, остается Ближний Восток и Иран, остается Арабский мир. Это те страны, с которыми мы традиционно работаем. Но также нам очень интересно развивать сотрудничество с Латинской Америкой, потому что мы видим тоже интересы страны Колумбии, Эквадора. И сегодня мы планируем, в эти дни мы планируем, в том числе, нашу политику на будущий год. И мы видим, что вот эти страны будут оставаться, и для нас зона интереса, и мы будем интенсифицировать с ними сотрудничество. Причем в разных формах. Вы сказали о форме такой, наверное, важной и серьезной, как открытие филиала. Действительно, открытие филиала в Узбекистане стал одним из таких важных проектов и практически первым зарубежным филиалом Казанского университета за всю более чем 200-летнюю историю. И я думаю, что на будущий год мы в этом направлении также будем двигаться, потому что есть различные формы, это могут быть не только филиалы. Мы в этом году, например, открыли сетевые программы подготовительного факультета. То есть ребята фактически готовятся к поступлению в Казанский университет, находясь в Тегеране. Они учатся по нашим образовательным программам. На будущий год мы также планируем, например, открытие сертификационного центра по русскому языку, тоже в Тегеране, с одним из наших партнеров. Это тоже одни из форм такого присутствия университета, нашего флага, что называется, за рубежом. Но в менее более компактных амперформах. Мы также, например, в этом году продолжили развитие сети центров Каюма-Насыри. И вот совершенно недавно открыли очередной в Ташкенте. На будущий год мы тоже планируем расширять эту сеть. Возможно, это будет Баку. Может быть, это будет другой город, но пока в планах Азербайджан. И это тоже одна из форм такого активного институционального взаимодействия, я бы сказал. Вот хотелось бы уточнить вопрос. Вот Эквадор, Колумбия, это же так далеко, да? А как находятся точки соприкосновения? Как находятся связи? Вы знаете, какое-то время назад это были компании, которые обеспечивали вузом присутствие в рекламном поле, во взаимодействии с семьями, с абитуриентами. А сегодня это наши выпускники. То есть тот случай, когда действительно наши, как мы их называем, аламни на английском языке, ну и выпускники, хорошее русское слово, когда нам помогают взаимодействовать с новым поколением ребят, которые заинтересованы учиться в России. Я сказал бы так, что в Латинской Америке очень положительное представление России и вообще в целом положительное отношение к российскому образованию. И, например, такие страны, еще раз повторюсь, как Колумбия, Эквадор, всегда очень положительно к нему относились и хотели учиться у нас, и хотят. Если мы посмотрим на общий контингент из этих только двух латиноамериканских стран, то он превысит 300 человек. А это прилично. Это неплохо, особенно для стран, до которых лететь, как вы правильно заметили, ну 15-16 часов, если говорить, из Москвы. Поэтому ребята действительно хотят учиться, и в этом их надо поддерживать. А для того, чтобы поддерживать, надо создавать необходимую инфраструктуру, и в том числе, например, как я говорил, подготовительные факультеты в тех странах, где они живут. Чтобы ради одного года изучения русского языка именно надо было ехать в Россию, чтобы они могли подготовиться у себя в стране, снизили свои издержки, сюда могли приезжать уже и учиться на основных образовательных программах. Возвращаясь к началу профилиала, в этом году, в 2022-м, к нам приезжали делегации из Египта, и Казанский университет посещал эту страну. Также наши партнеры из Казахстана, здесь встречаюсь и с Рустамом Нургалевичем. Вот касаемо этих вопросов, на каком этапе сейчас работаю? Если говорить о Египте, то вот за последние месяцы я там был два раза по двум разным поводам. Первый повод как раз был связан с продолжением нашей работы по филиалу, вопросу открытия филиала. И действительно, мы еще раз затвердили те планы, которые у нас были год назад. Этот год мы неплохо поработали бумажно, документально, мы подготовили все необходимые документы и отправили заявки соответствующие. И сегодня уже ждем разрешения со стороны соответствующих регуляторных органов в Египте, в нашей стране, на начало активных действий. Там уже есть здания, там уже есть зачатки команды, собственно, которые будут и преподавать, и административно работать. Конечно, задача нашего университета это обеспечить высокий уровень качества образования, обеспечить то, наверное, содержание, ради которого нас и приглашают работать в Египте и обеспечивать, давать медицинское образование ребятам. Поэтому, если говорить о Египте, то это действительно проект высокого уровня готовности, скажем так. Я думаю, что в сентябре будущего года у нас есть все шансы, если не будет дополнительных каких-то рисков, открыть этот филиал. Активную работу проводит Институт фундаментальной медицины и биологии в этой части. Им большое спасибо, потому что они поддерживают этот проект и действительно тоже видят его в качестве одного из своих приоритетов на предстоящий год. Если говорить о Казахстане, то этот проект тоже, безусловно, нам интересен, и у нас с Казахстаном очень хорошие отношения. Причем, как на уровне образования, так, вы знаете, между Тарстаном и Казахстаном, очень хорошие экономические и хозяйственные связи. Активно там работает Татнефть, строят заводы КАМАЗ. И, как мы видим, это были правильные решения, которые принимались не в этом году, а принимались в прошлых годах. Я имею в виду создание вот этих площадок, в том числе за пределами Российской Федерации, производственных площадок. И, если говорить о вот этих площадках, то везде, по сути, присутствует КФУ, потому что мы работаем из Татнефтью и с КАМАЗом в части подготовки кадров. В данном случае в Кастанай реализуется совместная образовательная программа, готовим инженеров для будущих заводов КАМАЗа. Но, если говорить о вашем вопросе, то там предложение было конкретно об открытии филиала в Шымкенте. Шымкент — это очень интересный город на юге Казахстана, находится примерно в двух часах из-за границы с Узбекистаном. Это очень густонаселенная часть Казахстана, значит, на севере он менее населен, на юге он населен гораздо больше. Там много ребят, молодых, которым нужно качественное образование. Там есть определенный дефицит в сфере высшего образования. И мы сегодня продолжаем диалог с Министерством высшего образования и науки Казахстана по вопросу открытия филиала. Дело в том, что этот вопрос должен пройти через межправительственную комиссию и получить одобрение между Казахстаном и Россией. И как только одобрение будет получено, я думаю, что мы начнем активную фазу этого проекта. Там, скорее, есть вопросы, связанные с, скажем так, инвесторами, с итоговым решением по выделению зданий. Но я думаю, что как только будет высокоуровневое добро, проект будет очень быстро реализован. Мы к этому готовы. И чем он нам интересен, там вопрос не о медицине, потому что в основном, когда мы открываем филиал, все хотят, чтобы КФО открыл медицинский факультет. Там как раз вопрос о более естественно научных направлениях, о геологии, нефтегазе. То есть это такой индустриальный район, который требует соответствующих кадров. Ну и в завершение, ваши пожелания на 2023 год? Мои пожелания, они связаны, прежде всего, они идут студентам. Я хочу пожелать им успехов в предстоящем году. Этот год был непростой, может быть, для кого-то интересный. У нас появились новые первокурсники, для которых вообще Россия стала открытием. Казань, Казанский университет. Я хочу им прежде всего пожелать удачи. Всем остальным студентам успехов на предстоящей сессии. Сейчас идет зачетно, дальше будет экзаменационная. Преподавателям бодрости, силы духа, терпения, настойчивости. А моим коллегам-международникам я хочу пожелать удачи. Сегодня Российская Федерация, несмотря на ряд ограничений, на самом деле очень востребована за рубежом. Мы видим это по итогам наших контактов постоянных. Очень большой интерес к России. И он не ослабевает, а даже иногда усиливается. Очень важно, чтобы Казанский федеральный университет поддержал этот интерес и внес свой вклад в развитие не только экспорта образования, но и позиционирования Российской Федерации на международной арене. Большое спасибо. Спасибо. Новогоднее настроение с экскурсом в прошлое смогут ощутить посетители музея Лобачевского. Здесь открылась выставка «Открытки из детства». Она будет работать в рамках крупной экспозиции «Магия стекла», посвященной Международному году стекла и 145-летию со дня рождения Александра Арбузова. Посетители смогут увидеть открытки и плакаты периода Великой Отечественной войны. Это коллекция раритетов, которые хранятся в отделе рукописей и редких книг. А ведь еще сто лет назад в СССР было неоднозначное отношение к празднованию Нового года. Кремлевские елки для детей устраивали в начале 20-х годов, но потом на целых 10 лет это явление посчитали буржуазной затеей и запретили ставить елки в квартирах и тем более массово отмечать. Но с января 1937 года в Москве в здании колонного зала Дома Союзов ежегодно устраивается всесоюзная новогодняя елка. На нее съезжалось огромное количество детей и взрослых. Новогодняя елка проводилась в столице и в первый год Великой Отечественной войны. При встрече нового 1942 года, когда гитлеровцы были только что отброшены от Москвы. И лишь в конце декабря 1947 года первый новогодний день был объявлен праздничным нерабочим днем. Как отмечали праздник здесь, в Казани, а также что интересного могут увидеть гости музея Лобачевского, расскажем далее. Так студент ККФУ украшает главный атрибут Нового года – елку. Эта традиция пришла в Россию вместе с реформами Петра Первого. Украшенное дерево он увидел в Европе и издал указ, чтобы каждый от простого крепостного до знатного человека у своего дома поставил красивую елку. И в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, перед вороты учинить некоторые украшения. От древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых. А людям скудным, кому ж да, хотя бы по древцу или ветви на вороты или над хороминой своею поставить. В народе елки не приживаются и после смерти Петра Первого их перестают ставить. Традицию возвращает жена князя Николая Павловича, бывшая немецкая принцесса Александра Федоровна. Она ставит в своих покоях рождественскую елку в память о своей родине. Так эта традиция закрепляется во дворе, и украшенное дерево становится главным атрибутом в домах богатых людей. А крепостные связывали праздник с Рождеством Христовым и украшали елку, отталкиваясь от библейских историй. Зеленое дерево – это пальма у входа в хлев, где родился Иисус. Звезда на макушке – это вифлеемская звезда, которая привела чужеземных волхвов к новорожденному спасителю мира. С приходом большевиков основными праздниками были революционные даты. Борьба с буржуазным прошлым потеснила традиции празднования Нового года и Рождества. Если еще в начале 20-х годов прошлого века для детей проводили встречу Нового года, то позже рождественские елки были под запретом. Однако во время зимних каникул люди продолжали организовывать различные балы, концерты и спектакли. В Казанском университете, например, проходили танцевальные вечера. Их проводили в общежитиях или комсомольских клубах. Студенты тщательно к ним готовились. Особую роль в организации праздников играли девушки-студентки, появившиеся в университете после Октябрьской революции. В 1935 в СССР снова разрешили проводить Новый год и украшать елки различными гирляндами и красивыми игрушками. И вновь можно было проводить новогодние мероприятия. Студенты Казанского университета не остались в стороне и в 1937 году организовали первый новогодний карнавал. Они украсили елку, написали сценарий и пригласили всех преподавателей и студентов вуза. Новогодний карнавал проходил в актовом зале главного здания. Празднование имело такой успех, что его решили проводить здесь ежегодно. Во время Великой Отечественной войны праздники отошли на второй план. Но в послевоенные годы студенты уделяли еще больше внимания празднованию Нового года. Они украшали комнаты и коридоры общежитий, готовили карнавальные костюмы и поздравляли друг друга. В этот же период один из известных академиков Казанского университета Александр Арбузов работал над изобретением новых лекарственных препаратов. Однако в свободное время он продолжал изготавливать из стекла различную посуду и новогодние игрушки. Вы можете увидеть замечательную вазу из зеленого стекла. Она была на столе у Александра Ренгельдовича. До сих пор не удалось разгадать загадку, почему же эта ваза, которой место на обеденном столе, может быть, в Новый год салатом оливье, она была у Арбузова на рабочем столе. И даже на фотографии, представленные здесь на выставке, вы можете это увидеть. Арбузов сидит за рукописями, размышляет. Красивые тонкие пальцы его руки, они подпирают голову, а рядом стоит эта зеленая ваза. Александр Арбузов в Казанском университете написал работу «Краткое руководство к самостоятельному изучению стеклодувного искусства», по которой по сей день химики учатся работать над раскаленным стеклом. Оригинал этого пособия, как и различные его изобретения стекла, находится в музее имени Лобачевского. Их разместили для выставки «Магия стекла». Помимо них, в этом музее можно увидеть экземпляры печатных материалов, которые выходили на территории СССР с 1922 по 1956 год. Среди них открытки и плакаты на новогодние темы. Большинство из них достались музею из коллекции Аркадия Шоффмана. Он преподавал историю античности в Казанском университете и имел широкие научные связи с зарубежными учеными. С ними он и обменивался новогодними открытками. У студентов Казанского университета во второй половине XX века рождаются свои новогодние традиции. Капустники, праздничные походы на каток и в парке отдыха, где студенты лепили снеговиков и отдыхали после зачетной сессии. В это же время в студенческой среде появилась примета. В новогоднюю ночь нельзя спать, иначе проведешь следующий год вяло и неинтересно. Этих традиций придерживаются и по сей день. Также студенты КФУ не забыли про ежегодный новогодний карнавал. Теперь он проходит в концертном зале Уникса. Эльвира Замалединова, Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Какой в новогодние каникулы будет погода? Об этом смотрите во второй части программы. Также далее. В этом зале присутствуют ребята, которые быстрее, выше, сильнее своих соперников. Именные стипендии мэра Казани. Кто ими удостоен? Эта книга выпускалась в Москве в 1939 году издательством детской литературы. Всеми ребятишкам по книжке. Какие редкие новогодние произведения сохранились в отделе рукописей КФУ? Приятная новость в конце года. Студенты КФУ стали победителями всероссийского конкурса «Учитель нового поколения». Участниками одного из главных соревнований для будущих учителей стали команды педагогических вузов из Елабуги, Нижнего Тагила, Уфы, Нижнего Новгорода, Глазова и Орехово-Зуева. Турнир проходил в Омске. Лучшей признана команда студентов Елабужского института «Территория роста». Конкурс состоял из семи заданий. Среди них презентация социальных проектов, посвященных году педагога и наставника. Студенты КФУ представили проект «Ассистент-учителя», главной целью которого является раннее вовлечение студентов в профессию педагога. Благодаря победе наших ребят в следующем году всероссийский конкурс пройдет в Елабужском институте. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на уходящей неделе 2022 года, смотрите в дайджесте. В преддверии Нового года в КФУ состоялось торжественное заседание ученого совета. Его провел ректор Ленар Сафин. В рамках заседания были вручены государственные награды. Также члены ученого совета приняли решение об открытии новых диссертационных советов и рассмотрели вопросы о присуждении научных степеней. Вас всех с наступающим Новым годом. Еще раз, примите самые теплые, добрые поздравления с наградами. Ну и те, кто дослужил подарки, еще раз говорю, это действительно за ваш труд, за ваше активное участие. Студентке и аспирантам КФУ вручены именные стипендии мэра Казани. Награды из рук мэра города Эльсора Медшина получили 4 представителя Казанского университета. Всего на конкурс было подано 300 заявок. Именные стипендии присуждаются не только за научные достижения, у конкурсов более широкие границы. В этом зале присутствуют ребята, которые быстрее, выше, сильнее своих соперников и достойно представляют Казань на международных и терапевтических спортивных соревнованиях. КФУ признан лучшим вузом Татарстана в сфере спорта. Об этом стало известно в рамках торжественной церемонии «Спортсмен года-2022». Диплом победителя из рук министра Владимира Леонова получил проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межведилов. В набережной Челнинском филиале КФУ Дед Мороз и Снегурочка провели праздничный эфир студенческого радио «Ура». В ходе него они звонили профоргам отделений, студентам и работникам «Альма-Матер», поздравляя всех с наступающим Новым годом. Дедушка вместе с внучкой рассказали слушателям о традициях праздника, зачитали письма, которые им написали слушатели. Вот-вот наступит Новый год. Впереди нас ждут зимние каникулы. Чем нас породует погода в эти дни, мы поинтересуемся у доцента Института экологии и природопользования, метеоролога Тимура Алхатеева. Здравствуйте, Тимур Ренат. Здравствуйте. Первый, наверное, самый главный вопрос, какая погода нас ждет в ближайшие дни. В настоящее время погода нашего региона определяет антициклон. И действительно, мы будем находиться в его власти еще буквально в ближайшие пару дней. Однако 31 числа у нас произойдет смена власти барических образований. И на смену антициклону придет западный циклон, который принесет к нам теплую воздушную массу, которая согрета гольфстримом и сформирует аномально теплый фон температур. Таким образом, уже первого числа стоит ожидать аномального тепла со слабо отрицательными дневными температурами. Для сравнения, в настоящее время у нас температурный фон в климатической норме. Это в среднем минус 9 градусов. А какой будет погода, выходные, длинные каникулы, праздники? Будет ли она комфортной для прогулок? Как минимум, начало января действительно прогнозируется с аномальным теплом. Виной всему все тот же обширный циклон, который будет определять погоду нашего региона. И в среднем для ближайшей декады прогнозируется температурный фон выше климатической нормы на 3-4 градуса. О дальнейшем пока говорить немного рано, но в долгосрочном прогнозе январь прогнозируется близким к климатической норме. Ну, это, кстати, о долгосрочных прогнозах. Да, у нас в этом году зима такая капризная. То у нас плюс, то минус 20 и больше. Все-таки вот зима у нас какой ожидается? Ну, действительно, у нас декабрь начался январскими температурами. Вторая декада показала себя как ноябрь по температурному фону. И последняя декада также была нехарактерна для декабря. И в настоящее время Атлантика так активно и так активно посылает к нам свои циклоны, которые приносят к нам смену режима погоды, что стоит ожидать все так же, такой же контрастного продолжения зимы. В то же время в среднем для зимних месяцев прогнозируется, что температурный фон будет близким к климатической норме. Ну, и заглядываешь совсем далеко, да, 2023. Я думаю, что есть такие ожидания скорее, да? Это не прогнозы, каким он ожидается у нас. Ну, пока, конечно, конкретики нет. Кроме того, эти прогнозы имеют оправдываемость всего около 60%. Однако можно, ну, с некоторой долей уверенности судить о окончании отопительного периода, который прогнозируется близким к норме. Однако важно отметить, что с каждым годом отопительный период сокращается. Так, например, и мы видим, кстати, вот по декабрю, декабрь с каждым новым десятилетием становится все теплее и теплее. Например, еще всего лишь 30 лет назад декабрь в норме был на 2 градуса холоднее, чем мы имеем сейчас. А вы сами какое время года предпочитаете? Ну, я, конечно, предпочитаю лето, однако у природы нет плохой погоды, и все вот эти стадии, которые проходят, они необходимы для, в том числе для живого мира. Большое спасибо за интересную беседу, ну и с наступающим, наступившим Новым годом! Спасибо! Содержательный анализ публикации показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в этом году особенную значимость. Слово не раз звучало из уст первых лиц государства на крупных мероприятиях и праздниках. Единица работала на такие концепты, как «История», «Историческая память», «Народное достояние», «Верность традициям», «Национальная идентичность», «Преемственность поколений» — говорится в пояснительной статье ученых. А что было наиболее важным и главным для моего соведущего Леонида Толчинского, об этом он поделится в авторской рубрике. И снова с вами «Смотрите сами». Наверное, все, что связано с наследием, вполне закономерно в уходящем году стало главным смыслом. Для начала давайте честно. Год был крайне скверным. Человечество в поиске своего «я», дальнейших путей самоопределения, самосохранения вышло на опасную линию конфронтации и пересекло ее. Две гигантские силы, добро и зло, словно в эпических сказаниях Толкина, столкнулись друг с другом напрямую. Как и случается в такие исторические моменты, немало людей растерялось, немало предало, немало перепутало плюсы с минусами. С постамента полетели былые кумиры, которые оказались, как в сказке Андерсона, голыми королями. Рухнули их псевдоучения, псевдоавторитеты, сломались комфортные системы, в которых глупость, глумясь над умом, бесконечно самовоспроизводилась. А ум, зажатый на долгие десятилетия в угол, пытался как-то встроиться в чуждый ему, лишь бы не затоптали насмерть. Как в песне Высоцкого, какой-то бесконечно огромный сгусток беды на вечный срок задержался и ухмылялся над миром. И вот, казалось бы, уже нет спасения от всего этого. Все повязли в чем-то сомнительном и страшном. Но! Не зря, наверное, во всех религиях мира есть понятия, близкие к библейскому чистилищу. Там все грешники, но наступает момент, и они проходят очищение. Кто-то должен был запустить этот механизм. Кто-то должен был взять на себя ответственность за судьбы человечества, за нашу страну. И в 22-м году это случилось. Обратной дороги уже нет. Пена поднялась. Но ее первые слои уже в уходящем году удалось снять. Но на что опираться, когда мир так долго шел вперед, но не совсем туда? Вот и всплыли в обществе категории наследия, исторического опыта, исторической истины. Вот почему эти смыслы стали в 22-м году неизбежно главными. И ведь что оказалось? Силу человечества у нашей страны противостоять бедам, злу, пене предостаточно? Умы на зло всему и всем выжили? А каких героев, борцов, тружеников по-прежнему рождает, воспитывает страна? Конечно, Россия теряла в уходящем году лучших, мужественных, отодвинувших беду, но оставивших нам боль воспоминаний о них, ушедших в вечность. Тут как в чистилище, через страдания и боль приходит очищение. Будет ли 23-й легче или лучше? Легче? Нет, не будет. А вот лучше будет безусловно, ибо строить жизнь в новом году нам предстоит и на выстраданном наследии уже и года 2022-го. Кстати, посмотрел данные российских социологов. Удивительно, но только 9-16 максимум процентов россиян в вопросах предстают последними пессимистами во взглядах на 23-й год. Значит, выстояла страна, народ не дрогнул, осознал, принял и готов уверенно двигаться в следующий год. Уверенности, оптимизма и много здоровья вам, наши дорогие зрители. Всем доброго! Новый год Новый год – это праздник волшебства и чуда. И больше всех в него верят, конечно же, дети. Недостаточно просто украсить дом, испечь любимые печенья, нарядить елку. Идеальный Новый год для детей – быть рядом с родителями. Это время близких и душевных отношений, забавных игр и совместного чтения книг. В каждой семье есть новогодние истории, которые читаются из года в год. Появляются и новые книги. И все они ждут своего читателя. Эти вечера надолго запомнятся детям. Теплые воспоминания останутся на всю жизнь. Именно так проводили праздники и сто лет назад, и сейчас. Амир Ахтямов побывал в отделе редких и рукописных книг научной библиотеки КФУ и поинтересовался, какие произведения есть в архивах хранилища. И что читали дети в прошлом веке. Андрей Брей – художник, график и иллюстратор. Его работы встречаются во многих стихотворениях и сказках. Особую любовь аудиторию он получил благодаря своему уникальному стилю рисования. И сегодня, в честь наступающего Нового года, мы рассмотрим его произведение «Новый год». Родился и жил в Москве. Занимался литографией, живописью, маслом. Первые рисунки Брея были напечатаны в журнале «Всемирная иллюстрация». Затем он печатался в журналах «Комсомолец», «Прожектор», «Красная Нива». Сотрудничал также в журналах «Пионер» и «Мурзилка». Более 50 лет он иллюстрировал книги для московских издательств «Молодая гвардия» и «Детский мир». Научная библиотека Николая Лобачевского предоставила нам сборник стихов и рассказов Андрея Брея. Эта книга выпускалась в Москве в 1939 году издательством детской литературы. Стоит отметить, что в этой книге мы встречаемся не только со стихами, но и с иллюстрациями великого художника. В сборник вошли самые лучшие новогодние стихи зимней сказки. Они рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести веселые детские праздники. Его книжки добры, талантливы и изящны. Он начал печататься, будучи еще молодым, а в 25 лет он уже приобретает известность. Молодой художник Андрей Брей выделяется блестящим рисунком, лаконичным и острым. Ему под силу и меткая социальная сатира, и нежная лирика. Кроме того, он великолепный анималист. Своему успеху отчасти молодой художник обязан Владимиру Маяковскому, написавшему к рисунку Брея большое стихотворение, которое называется «Московский Китай». Более 50 лет Андрей Брей иллюстрировал детские книжки, делал рисунки к рассказам о революции и гражданской войне, иллюстрировал книжку о полярных путешествиях, а также рисовал насекомых для книг знаменитых ученых. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Вот и наступает самый долгожданный момент. Новый год. 2022-й уходит. В нем было много интересного, сложного, выдающегося. Были потери и достижения. В приближающемся году желаем добра, поддержки, здоровья, взаимопонимания. Пусть следующий год принесет хорошие события, подарит яркие моменты. Пусть он станет стартом для новых начинаний и возможностей. Мечты станут реальными и доступными, а начинания — реализованными. Всего доброго. До встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова